Еще, 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 да, еще. Хорошо, умничка. А чем вкусненьким вы его кормите? Яблочки. Что там лежит? Яблочки. Яблочки, конечно. Бедный кот. Ничего, ничего, это нормально. Отдайте его рыжему человеку. Вы хотите сказать, что он весь разговор с нами просидит? Нет. Голубь, нет, да? Нет, сколько просидит, столько просидит. Как зовут? Цезарь. Цезарь. Гордая птица. Какой красивый. Очень красивый. И мы, главное, его с вами поселили на нашу парту для провинившихся. Ну, мы с вами за кадром уже, в общем, столько всего обсудили. Все, мы можем просто попрощаться для начала. Ну, нет, все-таки давайте поговорим, я предлагаю поговорить. Начнем, естественно, разговор самого театра. Вы своих первых лошадей, если верить тому, что написано в интернете, купили на гонорар, полученный после съемок в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончиков». Не после съемок, в момент, в середине. Это была первая зарплата моя. Я говорю, о, хватает, давай, бери трех. Почему кони? Почему первую зарплату и сразу же давай, бери, покупай троих? Да, потому что тогда уже идея возникла. И тогда уже я понимал, что это должны быть только свои кони, которые, ты понимаешь, вообще их пройденный путь. И они проделали огромный путь. Они из Саратова переехали в Самару, из Самары переехали в Москву, из Москвы они переехали в Киров, из Кирова они переехали на Дон, и потом только сюда. Все трое играли и снимали в Тихом Доне, да, Сергея Урсулиха? Получается, что Валдай как раз с вами снимался в Тихом Доне. Вот он как раз сыграл того Гришкиного сумасброда, который самый был мощный конь. В один темп делал два корпуса вперед от всех остальных, бросаясь в голову. И вдруг Валдай из-за того, что побегал две недели в телеге и повозил там полгруппы, он стал просто машиной-убийцей. Про Тихий Дон очень хочу с вами поговорить. Это уже четвертое, по-моему, если мне память не изменяет, экранизация романа Шолохова. Да нет, есть еще которых мы не знаем. Ну да, я про известные сейчас говорю. Очень много критики было после того, как фильм Урсулиха вышел. Бо богу, значит, посмотрели. Это не может не радовать, надо сказать. Снималось же действительно на реке Дон в одной из станиц в Ростовской области. И в этой станице действительно там же были настоящие казаки. И вы, в общем, не совсем казачьего вида, молодой человек, простите, с наклеенным носом. С наклеенным носом. Играйте Григория Мелехова, на секундочку. Как они на вас реагировали? Да, у них, как сказать, у них тоже это все в таком... К сожалению, все ценности у нас в таком странном состоянии, тоже болезненном. Вот эта присказка, которая у них очень... Они ее сами частенько говорят, что... Мой дед говорил, отец мне говорил, вот мой отец был казак, я сын казака, а ты там... Еще там плотное выражение, которое, наверное, не к месту было в это время суток. До конфликтов доходило. Какой Гришка? Ты что, Гришка? Гришка. Я тоже Гришка. Там всякое было. И как вы, вам удалось переубедить или просто... Ничего, я говорю, посмотришь, потом поговорим. Что-то я еще не доделал роль-то. Ну вот, потом. Потом перезвонили просто. Серьезно перезвонили? Перезвонили, что сказали? Перезвонили, сказали, извиняюсь, что тогда что-то там тот. Я говорю, да нормально, как фильм. Нормально, хорошо, понравился. В общем, держи краба. Хочу пожить возле своих детишек. Хозяйством заняться. Вот и все. И против власти я не попру, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет буду обриняйся! Как следствие этого всего тоже, да, очень много казаков, которые приехали со мной оттуда сделать, привезли коней и начали строить этот театр. Они вам помогали в строительстве? Очень, в строительстве, с конями, все. Сначала уклон был такой джигитовочный. Это после спектакля «Конь казаку всего дороже», который мы сделали в Шолоховской конюшне, в станице Вешенской. После съемок мы собрались, и все, кто еще остался, там сделали спектакль. Звездное небо, и лес, и хор в 30 человек казачьих. И кони, и отцветы на этот лес огромный. Ну это, ну, так это все. На этом дыхании мы приехали сюда, и еще два года мы тут с казаками. И, ну, театр в какой-то момент взял курс на свободного коня, это другое условие, это другие взаимоотношения, это другая подача, это другой язык, потому что... И с казаками, получается, вы разошлись уже вот на этом отрезке. Ну и казаки что-то пытались еще, давай я проскочу, он говорит, да подожди ты проскочу, куда ты проскачешь, проскачет он. И что, ну отлично проскакал, да знаю я, это у меня вот на какой праздник не пойди, везде все кто-нибудь проскачет, что-нибудь ударит, куда-нибудь отлетит. Класс. Нет, давай поговорим с ним, давай найдем язык. Для того, чтобы наладить контакт с актером, с конем в данном случае, очень много строится... Эй, да. Ой, идем, приветствую. Здравствуй. Здравствуй, Медовый. Привет. Я хотела спросить вот о чем, собственно, про контакт, который строится на уровне глаз. Это так работает? Да. Ну вот он уже посмотрел зрителям в глаза. Привет. Понял, что тут идет съемочка. Так. Ну мне нет у тебя ничего интересного. Смотрит, что у нас есть поесть, что-то есть, с чем-то пришли. Конечно, с каждым конем вот этот глаз, который нужно ловить и находить, это, грубо говоря, такая тонкая уже вещь. И прежде чем идти вот в эти тонкости, тут надо очень точно ставить тело по отношению к коню и этим телом работать и разговаривать с ним. То есть в этом это первый шаг. Потом глаза, а потом энергия. И за кадром мы с вами обсуждали, что огромное количество средств, заработанных вами в кино, идет как раз на содержание этого конного драматического театра. Ну, тут понимаете, так или иначе, это народная идея. Мне кажется, это какой-то шанс соединиться всем вместе. Закладывается ресурс нашим детям, тем, кому жить. И про это не надо забывать, потому что то, что ты делаешь, оно и отразится на детях. Недавно такая фраза, сходили на спектакль в Александринку. А что смотрели? Смотрели «Оптимистическая трагедия». И последняя фраза, спектакль меня поразила и как-то прям очень сильно ударила. И я это как-то давно осознавал, а вдруг она тут так раскрылась. Фраза о том, что если твой ребенок будет хорошим человеком, он будет расплачиваться за все то плохое, что сделается и будет делаться до него. И это как-то так дыхание сбивает. И мы в этом плане, конечно, очень не думаем о детях. А создав вот такое движение, и для меня важно отметить, что это именно движение «Велесо», это даже не театр, это попытка соединиться в идее совместного творчества с природой. Сколько радости и счастья это приносит. И на самом деле, как это тебя раскрывает, как ты начинаешь по-другому дышать. Поэтому деньги тут не такую большую роль, наверное, играют. Хотя, конечно, в какой-то момент не хватает. Ну, разные бывают ситуации. При этом самое важное, да, мы вот третий краудфайдинговый проект на планете осуществляем, и достаточно хорошо идет. И самое главное, что вот последнее, то, что мы сейчас делаем, собираем средства на крышу для нашего. Ну, это уже не геокупол, там уже трансформируется идея, потому что стоять мы не можем, у нас уже все перетекло, и сейчас мы делаем не купол, и понимая, что такое количество средств, которые мы собрали, оно как бы не сходится с теми масштабами, которые мы себе там запланировали. А что вы будете делать? Вы же изначально хотели собрать порядка полутора миллионов рублей. Сейчас у вас собрано, насколько я помню, порядка 750 тысяч. Ага. Ну, в общем, немножечко недобрали. Не хватает, что ли? Не хватает. Как так? Блин, того не может. Хватает, просто еще не дошли до того места, где лежит. Вы же изначально хотели строить купол для того, чтобы была возможность... Тренироваться. Давать представление и зимой, и тренироваться, естественно. Главным образом, то, что сейчас мы имеем, это замерзшая вода, и дальше такая чуть-чуть шапочка снега, что... Это на арене, где проходят тренировки. Ну, понятно, да. На улице, в общем. Конь подскальзывается и не может ни... Ничего не может. Слушайте, давайте я вам скажу честно. Я вышла из машины, и первое, что я сделала, что? Конечно. Я упала. Красиво распласталась на снегу. Так что я коней понимаю, да. Это непросто. А на копытах-то еще на четырех они периодически. Ух, так растягиваются. В этом, конечно, сложность. И пользуясь случаем, можно даже сказать, что осталось не так много дней у нас. И если бы даже вы подкинули 100 рублей, нам бы от этого хуже не было. Да. Ну, вспоминай. Да. Еще, еще. Хорошо. Ну и как вы это делаете? Я смотрю, со стороны этот вопрос невольно возникает. Да я ничего не делаю. Я просто... Понимаете, вот недавно... Медуш, тебе удобно, да? Вот монументальность коня. Да. Недавно Бог дал такую глыбу, такого человека, с которым я ознакомлюсь. Клаус Хэмфлинг. Он работает в лошадьми, уже больше 30 лет. Причем у него несколько книг выпущенных как раз на эту тему. Да, это бесподобные книги и читаются как просто роман жизни какой-то сумасшедший. И он говорит об одной простой вещи. Вам рядом с конем надо научиться осознавать свою судьбу и наслаждаться, и радоваться ей. И тогда рядом с вами конь будет чувствовать, что ему хорошо осознавать, что вы осознаете, что вам радостно, кто вы есть. Вы научились это делать? Нет. Или вы, естественно, в процессе как-то... Я так на это не обращал там внимания, у меня всплывают какие-то такие моменты, но, наверное, как-то определить я их не могу, что там было. В детстве у меня все в театре. По декорациям, по складам я лазил и смотрел спектакли. Да, папа как раз ваш работал в театре. Да, да. Да, царственное место. Да. И вот там у меня было какое-то свое царство. Это, видимо, самое счастливое время из вашего детства или нет? Да, вообще, в Ашхабаде было мне счастливо. Да, ну, наверное, это была такая пора, когда я еще... Ну, может быть, только один-два раза, может, осознавал что-то, но как-то... И нормально. Это решение о переезде, но я так полагаю, что папа все-таки его принимал, когда уже довольно непросто было. У них был очень такой хороший семейный совет, они часто садились, общались, думали, планировали. И они пришли, да, к выводу, что надо ехать, ну, потому что там какой-то такой работы уже не было, чтобы можно было прожить как-то. И отец начал ездить челночить, и это тоже как-то постоянное туда-сюда мотание, и не очень у него хорошо это получалось, потому что он то деньги где-нибудь забудет, то еще что-то... Да что ж ты приехал, припер туда три чемодана с какими-то терками, оттуда с какими-то... И все деньги оставил в такси. Отлично. Но когда вы переехали, сколько вам, 10 было лет? 10, да. И вы из солнечного Туркменистана, где тепло и хорошо, хотя это уже, в общем, сейчас одна из самых закрытых стран. Вы переезжаете в Сызрень, где все, наверное, очень чужеродное, совершенно другое. Ну да, я вот как раз вот в зиму попал, в который вдруг я понял, что зима существует. Мне было легко как-то перепрыгнуть, перейти и начать все по-новому строить. Как-то забылся о Ашхабад и только вот недавно, буквально год или два, начал общаться. Вспомнил, что у меня такая жизнь вообще была. Это было в другом вообще теле, как будто бы. Как же Майкл видит, если у него на глазах челка? Майкл, тебе не сложно? Все, что ему надо, он видит. Ну и капучино. Капучино, конечно, этот хиппан, этого хиппана уже знает вся страна. Эй, всем привет, с вами капучино или просто Кабик. Самая свободная лошадь, которую вы только можете себе представить. Главный жеребец в этой тройке. Поначалу, когда они стоялись гротеском, гротеск как-то им все-таки рулил. А сейчас это как бы главный в табуне. Но у них смена власти происходит. Перестановка кадров. Да, я думаю, так правильно назвать. Ротация. Потому что, да, у них, они при этом дружат и оставляют, но сейчас решает капучино. Сейчас что, где, кто, решает он. А давайте кофе сразу же возьмем, я просто его сейчас увидела, что вдруг вы мерзнете. Да, мы же говорим про бесов. Да, самое время. Можно и огоньку. Огоньку добавить. Да, так вот, я хотела спросить про бесов. В 2014 году вышло практически одновременно два фильма. Мини-сериал Владимира Хатиненко «Бесы», где вы сыграли Шатова. А Верховенский будет? Нет. Вот ведь надул всех и сбежал. Да нет, он еще здесь. И ваш фильм с Романом Шаляпиным, который, в общем, тоже по мотивам Федора Михайловича Достоевского, где вы уже играете Верховенского. Что начали снимать? Да, уже, ну и как-то, простите, у меня невольно это ранжирование в голове произошло. Все еще там получается. Потому что, когда начал Хатиненко, запустился своим проектом и вообще позвал его на пробы, мы уже к тому моменту сняли 80% бесов наших. И я предлагал Шаляпиным, говорю, давай мы сделаем... Шаляпиным тоже мне предлагал, говорит, давай играй Шатова. Я говорю, нет, давай я сыграю и Шатова, и Верховенского. Обоих персонажей? Да. Но они очень разные. Это два отдельных человека. То есть, но они очень похожи. В какой-то момент у них возникает эта зеркалка. Когда тот видит себя и понимает, что себя вот он сейчас и убивает. Но это другой человек. Это как бы вот прям трансформацию. И победу, как бы того, как мы выстраиваем сцену, победу одерживает Шатов. Потому что он знает, куда он уходит. А тот, кто стреляет, не знает, во что себя погружает. Вся идея этого, на самом деле, фильма, именно, что победил Шатов. Мы тут перевираем, принципиально перевираем Достоевского. Но я в вашей экранизации вижу абсолютный приговор Верховенскому. Абсолютный. Абсолютный. И безоговорочное его поражение. Почему вы взялись все-таки за эту историю? Потому что «Бесы» не самая простая литература, естественно. Я лично взялся для того, чтобы его уничтожить. Верховенскому. Да, именно, потому что много фильмов и, как бы, да и само произведение, оно тлетворное, оно опасное для прочитки людям, которые не готовы и в безосознанности существуют. И как они это будут использовать, и куда они это... Это такое произведение, это «Бесы». Но при этом это должно быть отвратительно. Ну, у этого должно в какой-то момент, эта отвратительность должна уже стать наслаждением. И это уже следующая, как бы, фаза, как сказать, болезни именно общества, которая существует в каждой в своей судороге. У каждого своя привязочка почему-то. Вот есть причина, почему плохо. И эту причину подогревают. И вот уже человек, как бы, его за эту ниточку дернешь, и все, и он на крючке. И так ты все эти ниточки и держишь. Это бесовщина. Но вы там отвратительно. Извините, я говорю сейчас это не как вам, вот, Евгению Ткучаку, я вам говорю как актеру. И вы там настолько отвратительно, что это отвращение просто, не знаю, мне кажется, может рушить стены. Массовое невежество. Нищета. Война. Тотальный контроль. И об этом позаботимся мы. Мы с вами. Правители. Как передать, что идея съел человека? А для меня это абсолютно... Ну, единственное, я не понимаю, зачем Достоевский его, как бы... Ну, и вот теперь он потом поехал, и все, и там его видели, там уже видели. Кого, зачем, зачем ты его оставляешь? Может быть, он хотел написать вторую часть, как с братьями Карамазовыми? Ну, тогда, тогда доделай. Ну, ты чего, ты ответственность-то имеешь? Для меня, у меня в этом плане очень много вопросов в Достоевском. Но, с другой стороны, но Верховенские никуда не денутся с планеты. Но при этом, но при этом, как бы, ну, ты плодишь такие мысли и говоришь, что человек в итоге безнаказан, все нормально у него. А он в период такой прочитал, когда ему прилетело здесь, и он прочитал, как другой к этому отнесся. И в этом плане я больше за Гоголя, который хоть и с ума сошел, кто из нас не сумасшедший, но при этом был честен и понимал, что это рупор, который надо понимать, как ты используешь. Конечно, тут надо апеллировать к осознанности и сознанию человека, который берется за то или иное произведение. Но, коли мы говорим сейчас о бесах, то за бесов. Но это действительно то, что оставляет в тебе определенный след, и потом вот изнутри на тебя влияет. Если тебе хватает сил это влияние как-то остановить, тогда все хорошо. А вот это... А если нет? Понимаете, под бесы, под прелесть попасть легче всего. А вот проработать бесы и как бы укоротить его, тут эта работа нужна. А скажите, что с вами, когда мы писали интервью с Антоном Шагиным, который сыграл у Хатиненко Верховенского, и он рассказывал, что после окончания съемок он поехал себя спасать, уехал в Оптину пустыню, в монастыре жил там трудником, дней 10. Вставал рано, работал, молился. Ну и таким образом вот это негативное влияние текста на себя он ослаблял. А с вами что-то происходило? Я с моста спрыгнул. Это была попытка самоубийства? Или я встал, перекрестился. А потом в больнице я читаю, что первое, это эпиграф к бесам, и прыгнула из ката свиней, с кручи, и вышел бес из них. Это был тот же 14-й год, когда фильм вышел, когда вы прыгнули с моста? И где, кстати, в Москве вы где-то прыгнули? Где-то там, на Бережковском мосту. Это же, которое над Москвой, рекой, там же глубоко. 35 километров. А простите, вы тогда были уже женаты, дочка у вас? Ничего не было. Ничего не было. Ничего не было. Нет, у меня было, у меня все. У меня первая семья, все. Была дочка, которая уже на тот момент была 6. Но я на такой вышел диалог уже, что я сказал, ну, вот я больше проверить никак не могу, поэтому спаси Господи. И вы проверяли, спасет или не спасет? Ну, был какой-то такой замес, да. И я был готов, я был готов, как бы, там и остаться, но для меня, я верил, что это, что он есть, и для меня не было это, была такая скрышка, когда ты, схлопывание, такой момент, когда весь организм у тебя вдруг начинает изнутри взрывается. И ты вот собрать, ты даже что-то делаешь, что-то перемещаешь, предметы, разговариваешь с людьми, а тебя нет, ты просто оболочка. И это момент схлопывания, который, как бы, нужно было как-то сбросить. И я сбросил. И после больницы, после этого прыжка вы вышли в обычную жизнь, и вы поняли, что вы уже не просто оболочка, что есть это нутро, и вы справились, и перебороли. Я полежал неделю в больнице, было переосознание, было понимание, было дано время. И я как-то начал распределять себя и расставлять, уже как-то осознанно подходить, потому что, конечно, на тот момент я уже... Ну, было ощущение, что все, нет смысла, вообще нет никакого смысла, что-то продолжать, и надо все менять. И вот, по меня. И буквально через год я встречаюсь с супругой, с которой мы делаем общее дело, и которая вдохновляет меня, которая является такой энергией движения вперед, и я несу это знамя с гордостью и уважением. К сожалению, никто, кроме нас с вами, Евгений, не видит выражение лица, с которым стоит Марта за кадром, и слушая то, что вы говорите. Муся, я тебя люблю. Ну, хоть бы кто камеру повернул в этот момент, ну, что-то, боже мой, ребятушки. Женя, скажите, а как... Ну, это сопли не для такого времени суток. У меня есть такая проблема, это, видимо, большие сцены вот эти со слезами, и мне очень близко они все время. Это проб, деформация поступает в голову, да? Да, 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 вылезает все время. Марта сказала в какой-то момент, у меня день рождения, а ты вот вообще обнаглел. Ну, здрасте. Вот так и познакомились. Ну, подождите, как это она, Марта незнакомому человеку написала, извините, у меня день рождения, вы обнаглели. Да, да, а вы вообще, вообще... Серьезно, что такое было? Я говорю, в смысле, а сколько, а чего? И начал разбираться, и вот разобрался до того, что вот... Что поженились, и уже ребенку скоро пять лет будет дочке. Мы повенчались в прошлом году летом, и у нас это тоже было такое событие, когда мы ощутили совместное, какой-то колпак над собой, и... Главное, на этот колпак не надо собирать средства, это я вспоминаю про купол для театра, тут это то, что строится невидимыми силами. Это душевными силами строится каждый день. Вы же вообще, насколько я понимаю, изначально собирались тоже на актерское поступать. Ну, вообще, да, планировала. Я очень долго просто занималась в студии при Пятом канале, был такой сериал у нас... ОБЖ. ОБЖ, да. И туда готовили как раз ребят для поступления, но в последний момент я сдрейфила и не стала делать. А, вы даже не стали поступать в итоге? Нет, я решила все-таки выбрать профессию журналиста. Знаете, я когда поступала тоже в Институт кино и телевидения, у нас была такая байка кулуарная, что ты поступаешь, никогда в жизни не говори, что ты собирался в театральный институт, значит, на него идут никогда. Ну, у нас, кстати, да, было очень много народа, кто хотел именно в театральный, ну, либо театральный, либо журналистика, как-то такой был выбор, я не знаю. Просто получилось же так, что вы выучились на журналиста с красным дипломом, закончили из ПВГУ, а в итоге вернулись все равно к актерской профессии, потому что вы же... Да, как-то так случилось, но я, конечно, не практикующая была журналист, но все равно, как мы с вами говорили, мне кажется, журналист действительно такая профессия, которая выбирает в себя множество вообще возможностей. Я не знаю, конечно, не восхваляю, но мне кажется, это какой-то человек многофункциональный, потому что есть к этому патент. Можно, да, многому. Ну, а актерство, как один из навыков, почему нет? Ну, вы же в спектаклях участвуете, в лесу. Да, да. А у вас не возникает, знаете, вот этой тихой женской ревности, потому что супруг все равно очень много времени посвящает и театру, и коням. Вы знаете, именно женской ревности как раз-таки не возникает, потому что это очень удобно. Он всегда здесь. И с конем. Поэтому, наоборот, мы делаем одно дело. Мне кажется, это большое такое удовольствие вообще по жизни, что мы вместе, и даже всей семьей. И дочка Ева у нас уже здесь участвует в спектаклях. У нее первая роль была в «Три годика». И уже занимается с капучино, очень хорошо сидит в седле. Именно какой-то у нее природный такой талант к этому. Конечно, в родителей. Да. Поэтому мы здесь все вместе. В принципе, у нас либо театр, либо дом. И у нас как-то это все очень... Обсуждение у нас тоже в основном только о театре. Поэтому вместе это хорошо, мне кажется. Театр появился в 2016 году. И появился он благодаря усердному старанию как раз Марты в том числе. Ну, все тут... Тут такое дело вот завертелось. И действительно, Марта, конечно, это двигатель этого... Сердце даже этого всего. Потому что она, как женщина, все-таки не пропускает те моменты, когда надо подойти к человеку и просто подержать его за плечо. Когда я говорю, почему ты стоишь? Подойди. А ты иди. А что было раньше? Очень часто же какие-то существенные глобальные вещи в нашей жизни происходят после того, как случается нечто плохое. Театр, ну, официальный год создания, это 16-й год. И ровно в этом же году не стало вашего папы Валерия Ткачука. Ну, это да. Примерно в один период. Мы уже начали тут строительство. И дело двинулось. Наша общая мечта, то, о чем мы говорили, свой театр. Тот самый, о котором мечтал Данил Иванович Харрис. Свой театр. Нет, не театр свой. Вот мы, я его делаю. Мы начали тут строиться. И уже, наверное, где-то... Большую часть построили, уже отзимовали. И случилось это. Ну, как это было ожидаемо, конечно. Не то, что в смысле ожидаемо, но все понимали, потому что... У папы онкология была. Да. И второе легкое взялось. И как мы там не искали, какие там варианты не были, но все это не дало результатов, к сожалению. Как это так? Примерно в этот же период, ну, вы меня поправьте, потому что я не знаю, когда съемки проходили, вы снимались у Александра Ханта в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». А что с ним было-то? Эпилептический припадок. У него в медкарте записано, алкоголь на эпилепте. Ты что, не считал, что ли? Кололи противосудорожные, и я принимался. Да? Как самочувствие? Ну что, он отойдет. Ты, главное, вези его поосторожнее. Мы даже в какой-то момент с отцом делали пробы, он тоже хотел попробовать поучаствовать в картине. Вот на ту роль, которую в итоге Алексей Серебряков исполнил? Да, мы делали пробы, и я понял, что этого делать нельзя. Я даже не показал пробы Ханту, потому что не было в этом никакого смысла. Ему было просто тяжело, но он очень хотел. Нельзя, потому что вы экономили его силы? Да, да. Он бы скончался на площадке, конечно. Ой, что-то вы... Вы меня простите, пожалуйста, я вам сейчас объясню, почему я этот вопрос не даю. Когда фильм вышел, это был 17-й год, у меня ровно в этом году тоже не стало отца. И я первый раз, я просто не смогла этот фильм посмотреть. Я очень хотела, но я чувствую, как у меня подступает этот ком. Я вырубаю этот фильм и куда-то убегаю. Я не смогла его посмотреть, мне было как-то невыносимо тяжело. И я его в первый раз посмотрела, ну, не знаю, может быть, полгода назад. Примерно так. И вот только тогда я уже смогла себя как-то пересилить и заставить. И понимая вашу ситуацию, и что у вас тогда происходило, и вы играете вот этот конфликт, эти взаимоотношения между отцом и сыном, я просто не понимаю, как вам это удалось. Все равно это другие персонажи, это... Но тема, конечно же, отец и сын, и понимание, ну, другие ощущения, это работа параллельных энергий, так или иначе. Но они... Это одна как бы струя, это одна волна, это как бы ни было, какого бы там ни было неприятия в рамках фильма, да. Что касается нашей с отцом жизни, то, конечно, мы... У нас было понимание, мы вместе смотрели в одну сторону, и очень у нас был глубокий творческий диалог, и он очень помогал мне разбираться с моими ролями, и мы у нас... Мы всегда пытались быть в диалоге, насколько это позволяло время и возможности. И он в нескольких картинах принял участие, в которых получилось, и тоже я этому очень рад. Поговори у меня еще. Руки закатал? Вторую. Отдыхай. Действительно, это главный, основной мой учитель, да, который научил меня в первую очередь работать над собой и не лениться. Да, и главное, что действительно, то творчество, которым он меня заразил, оно вот и здесь есть его часть, и здесь протекает его энергия. Сейчас я проглочу ком в горле и задаю следующий вопрос. Как-то я, честно говоря, не собиралась вот эту вот такую больную тему поднимать. А это... Само вышло. Да, это велесо, тут вылезает все такое глубокое. Ваша природа все достает изнутри человеческой природы, и все это наружу вот так вот выкатывает. Да. Есть такое. С кем проще договориться? С человеком или с конем все же? С конем. С конем, конечно. Ну, это мой опыт. Женя, ваш ответ. Да, ну, так или иначе, у коня меньше тупиков внутренних, чем у человека. Коню, что, один раз показал, что, может быть, по-другому, это лучше, чем у тебя прошлый опыт был. И он раз-раз и уже переключился, и забыл, и счастлив, что у него все наладилось. А человек будет вспоминать, как же было тогда-то, вроде, вроде плохо, но было же что-то и хорошее. То есть и у тех, и у других есть опыт на прошлый, да, но действительно конь как-то проще на фоне этого опыта начинает новое. А человек держится, как будто бы, за это. Это, видимо, то, чему нужно поучиться у них. Да. А вы, когда в ГИТИСе учились, я сейчас еще чуть-чуть, да, отмотаю назад, я где-то читала, не знаю, это правда, или кто-то из журналистов выдумал, что вы оставались на ночь в ГИТИСе, и чтобы вас охранник не нашел, вы прятали среди гор обуви учеников. Это правда, или это выдуманная история? За что купила, за то и продаю. Там было так написано. А, это правда. Серьезно, они набрали? Без детектора в жизни, да. Это правда. Я помню, для меня это, ну, это незабываемо, я никогда не смогу забыть этого человека, который пришел, включил свет, такой, ну, вытянутый нос, плешивая какая-то голова. А я лежу, у меня вот лицо только. Он охранник или кто? Ну, он там приворовывал. Ну, потом его вывели на чистую воду. Просто человек приходит, вот я лежу, вот, вокруг обувь, я весь обувь. И вдруг человек подходит, и прям вот вокруг моей головы, вокруг моего лица, выбирает, как бы, вот, нет ботинок женский, эта калоша не нужна, ничего нет. И выключил свет и ушел. Я лежу, а я, ну, представьте, и он ушел. И я лежал, и я не мог двинуться, что делать, что произошло? Он сейчас посмеялся надо мной или, или он действительно меня не заметил? И что он вообще делал? Был, да. Но мы частенько там оставались, и очень жалко было времени мне всегда, которое тратилось на дорогу. Да там еще поесть надо, что-то придумать, да мало чего, придумать, приготовить, потом еще помыться, да потом еще лечь, а с утра еще встать, тоже помыться, поехать. Лучше лечь прямо в обувь и сэкономить время. Нет, я тут, ребят, пока, выключите свет, полтора часа я сплю, а потом у меня репетиция ночная. Вы же, собственно, в ГИТИС приехали, как мы уже говорили, из Сызрани, и про Сызрани есть прекрасная история про столик гримерный Алексея Серебрякова, за которым вы сидели. Это правда, это правда. Алексей Серебряков, которым вы играли как раз в фильме «Как Витька Чеснок», был актером этого театра, где играл ваш папа и где, собственно, вы также выходили на сцену. Да, там даже внутри где-то была наклейка такая, «А» Серебряков, да, напечатанная. Борис Романович Карыгин, заслуженный артист, «Царствие небесное», он говорил, правильный столик выбрал, правильный. С этого столика все в Москву едут. И уехали, действительно. Ну, вашими словами, вашими молитвами. И Алексей тоже это оценил. Ну, мы вообще с Алексеем очень хорошо и добро общаемся. Для меня он тоже такой отдельный, могучий, глубокий человек, творец. То, как он существует и позиционирует себя, я восхищаюсь. Для меня это скала. А вы познакомились на съемках Александра Ханта или вы до этого были знакомы? Мы познакомились на пробах, когда нас вместе Саша соединял. Там мы познакомились, пофотографировались, пообщались. Алексей меня довез, куда мне надо было, потому что мне не на чем было ехать. Пообщались. Потом был совместный фильм «Ван Гоге» Сергея Ливнева. Туда уже Алексей приложил усилия, чтобы я приехал. Сам позвонил, сказал, такой проект, ты не можешь отказаться. Я говорю, конечно, я не могу, потому что это ты. Ты звонишь и говоришь. Я, конечно, первым делом поехал. Это был тоже интереснейший проект, и я очень благодарен. Глубокое исследование вообще тоже взаимоотношений. Снова взаимоотношения отца и сына. Ну все, хватит. Человечек устал, и все пора спать. Давай засыпать. Ну, Веля, например, ведет себя так, как будто она вот ей 10 камер видела. Как будто бы она прирожденная вообще, актриса или ведущая. Пойдемте, она говорит, я вас провожу. Веля актриса, да? Веля тоже актриса у нас. Веля нас встречала сегодня, когда мы приехали. Она зришили встречать у нас тоже. Да, 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 собака. Она хочет, чтобы ты на ручки ее взял. Серьезно? Да, она любит так, когда я... У меня лапки мерзнут. Ой, у вас там конь. Приградил вам. У нас БТП. Конь перекрыл дорогу, нам не пройти. На какой-нибудь спортивной бы конюшне такое невозможно было бы. Наткнуться спиной на коня и не получить от него. Или хотя бы развороты, или еще что-то. Да, и не получить с ноги после этого. Невозможно. Невозможно. Я хочу у вас успеть спросить еще об одном фильме. Это фильм француз Андрея Смирнова. И вы в одном из интервью даже рассказывали, что у вас Андрей Смирнов позвал на роль Валерия Успенского без проб. Вы были знакомы, у вас, собственно, была совместная картина, как Витька Чеснок вез Леху Штыря, где Андрей Смирнов также участвовал. Действительно не было никаких проб, он просто сказал, Жень, давай-ка ты у меня снимешься. Он сказал, Жень, ты где сейчас? Позвонил и сказал, Жень, это Андрей Смирнов. Ты где сейчас? Я говорю, я вот на Пушкинской площади в Москве. Он говорит, так прекрасно. Вот заходи в арку, и там вот 37-я квартира набирает. И набираю, 37-я, прихожу в гости, тут же накрывается стол, тут же, значит, пробы мне показывают. Достается книга, тут же листается. И это такой поток творческой энергии в этот, это такой масштаб, все время вертеть и крутить. И дети, которые, его дети с Леной, которые приходят, тоже крутят, сочиняют. И там такой каскад, что, ну, не успеваешь за ней. У меня был с собой Хонг, я поиграл ему, он сказал, ну, я вообще, я, говорит, тебе надо и Успенского играть. И все, потому что ты Успенский, ты Валерка. Ну, я, я Валерка. Мороз сегодня крепкий, поеживая зябка. Один, который в кепке сказал другому в шапке. А тот в ответ на это, а ты что думал, лето? Это Сабгир? Нет, это Холин Леонозовский. Из первого номера. Громотей, независимый журнал. Что значит независимый? То есть значит, что к государству не имеет никакого отношения. Как вам кажется, сегодня важно говорить и показывать, ну, скажем, вот эту изнаночную сторону того, как жили советские люди вот в тот период времени? У Смирнова это, по-моему, 57-й год, время действия фильма. И не случайно фильм заканчивается фразой «поправьте меня, я могу ошибиться», что он посвятил фильм тем, кто хотел жить не по лжи. Все верно, это попытка остаться человеком, тем-то та же, да, остаться человеком, когда система тебя перетирает. Та или и на или. Вот это вот сознание сотворчества и созидания, мне кажется, намного интереснее, перспективнее, вообще для мира, не то, что там для определенной страны. А мы придумываем, как кому какую подножку поставить, чтобы не выглядеть какими-то там ущербными, чтобы мы тоже там шашки можем наголо. Да, господи, да договоритесь, ну вам язык дам. Так выходит, что мы с вами на протяжении всего разговора возвращаемся к одной простой мысли, что наше главное, не знаю, слово спасение здесь, выход, все сводится к тому, что самое главное быть ближе к природе и сохранять человечность. Наверное, да. Ну тут именно, что мне больше всего интересно и материал, который мы используем в качестве драматургии в нашем театре, это разговор с народом и попытка вот этот разговор наладить. Мы каждый думаем со своей хаты с краю, поэтому вот и кругом, возможно, Бог Александра Введенского, это попытка поговорить уже даже с первонародами. То есть давайте поиграем в игру, давайте вы не народы, да, потому что размытое понятие, что такое народ. Вы первонарод, вот вы только заступили, вот вы ничего еще не понимаете. Не изучайте, вот идите в сотворчестве друг с другом и сотворяйте пространство. Вы сотворцы, вы подобие Бога на земле, вы можете сотворять с ним, не разрушайте. Все, что созидательно, все, можно по абсурду пойти, в топку пойдет. В топку, в топку. Вот мы с вами и закольцевали, сотворчеством, созиданием и диалогом и в начале, и в конце. Евгения, спасибо вам большое, я попрошу вас на стаканчике, сейчас вы поймете, почему мы говорили о каких-то стаканчиках, оставить пожелания, которые актуальны для всех. Слушайте, а Цезарь-то просто гениальный актер. Мы попросили посидеть, конечно. Будьте осознаны в любое время суток. Прекрасно. Санкт-Петербург, Евгения Ткачук. Ура. Ура. Если я сейчас продолжу работать с конем, он начнет сильно играть. Вот он, он очень игривый. Я его разыграл. Поэтому я сейчас отхожу от коня, и на себя его берет Лола, которая меняет энергию. Это что за звуки? Это карликовый конь наш, Татошка, который живет отдельно. И вот всех убрали, потому что это самый доминирующий жеребец на всей конюшне. И он, это, конечно, звезда полей, садов и огородов. Это гротеск. Вы не чувствуете в нем конкурента? Ну, нет. Ну, так-то у вас огромная фильмография, очень много наград. Вот он знает, что тысячи вниманий вот сейчас устремлены на него, и он прям горцует конь. Ну, я, вот, смотрите, я, ух ты. Я и так еще могу. Я чат-чат-чат-чат. Вот таким делом мы тут промышляем.